Дорогие братья и сестры, мы рады приветствовать вас в Доме Божьем. Мир вам! Рады тому, что каждый из нас смог сегодня отложить наши дела, отложить суету и прийти сегодня, в этот день, в день воскресный, в день Господний, прийти на это место для того, чтобы поклониться Господу. Для того, чтобы услышать, что Господь хочет нам сказать сегодня через свое слово, для того, чтобы воздать Ему хвалу, славу и честь. Господь сегодня посылает нам прекрасную погоду. Мы обычно говорим прекрасная погода, когда солнышко, но сегодня прекрасная погода для нас. Почему? Потому что вчера хорошо потрудились здесь, и вы, наверное, уже заметили какие-то изменения, и мало чем посыпали, и кустов много посадили, и цветов. И Господь благословил, и многие из вас откликнулись, всем, кто пришли, сердечное спасибо. У нас, наверное, 70-80 человек, может быть, было вчера. Понятно, из них 30 человек детей и молодежи было, может быть. Но, тем не менее, было хорошо, было радостно, было здорово. Поэтому мы благодарим Господа и всех, кто откликнулся, что пришли, и мы смогли потрудиться. Давайте сейчас вот так дружно мы помолимся Господу, попросим Его благословения на это служение. Помолимся Ему. Великий Бог наш, мы от всей души славим Тебя и величаем Твое святое вечное имя. Господь, Ты достоин всей хвалы, Ты достоин поклонения от нас. Господи, Ты так много совершил для нас. Самый главный вопрос о нашей жизни Ты разрешил, Господи. Это вопрос нашего спасения. Ты предлагаешь каждому приходящему к Тебе спасение, жизнь вечную через жертву Иисуса Христа, нашего Спасителя. Мы благодарим Тебя за это. Мы благодарим Тебя, что имеем возможность вот так спокойно прийти сюда, на это место, поклониться Тебе вместе с остальными братьями и сестрами и воздать Тебе честь и хвалу. Слово Твое говорит о том, что там, где Ты присутствуешь, или что Ты там присутствуешь, где двое или трое собраны во имя Твое. Мы просим Тебя, Господи, чтобы Твое присутствие было очевидным для нас. Мы просим Тебя, чтобы Ты благословил и Слово, которое будет сегодня звучать с этого места. Мы просим Тебя, чтобы Ты благословил наше восхваление имени Твоего. Благослови нас, Господи, и помоги прославить Тебя. Благодарим Тебя за то, что вчера Ты подарил нам чудную погоду, когда мы могли посадить и много потрудиться здесь на благоустройстве нашей территории, дома молитвы. Благодарим, что сегодня, тогда, когда работа закончена, Господи, Ты посылаешь дождик для того, чтобы то, что посадили, произросло. Слава Тебе за это, Господи, за Твою заботу, за Твою милость, за Твое внимание к нам. Мы благодарим Тебя и просим, чтобы благодать Твоя была с нами в продолжении этого служения. Пусти мне Твоему будет честь. Хвала и поклонение наш Бог, Отец, Сын и Святой Дух. Давайте мы с самого начала споем общим пением Псалом номер 9. Весть об Иисусе, скажи мне. Пожалуйста. Весть об Иисусе, скажи мне. Все расскажи про Его. Чудная повесть благая, Сердцу дороже всего. Ангела, песнь повтори мне, Песнь о Его Рождестве. Богу хваленье, Богу хваленье на небе, Небе и любовь на земле. Весть об Иисусе, скажи мне. Все расскажи про Него. Чудная повесть благая, Сердцу дороже всего. Чудная повесть благая, Сердцу дороже всего. Песнь о Богу хваленье, Сын и Святой Дух. Чудная повесть благая, Сердцу дороже всего. Как как тревоганг для Богу хваленье, Сын и Святой Дух. Как как кресту пригласили, Как на кресте умирал. Гром, как Его положили, и как из гроба лоскал. Чудную кровь скажи мне, как Он людей возлюбил. Слава вовеки Иисусу, Он и вовеки судьбил. Весь об Иисусе скажи мне, все расскажи про Его. Чудная кровь, бесплодая, сердцу дороже всего. Чудная кровь Чудная кровь, бесплодая, сердце дороже всего. Чудная кровь, бесплодая, сердце дороже всего. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Добавил 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 DimaTorzok Все это было. И вот пророк Иеремия имеет такие мысли, имеет такую речь, Господь ему говорит, и он обращается к Израилю и говорит вот такую, вот такую речь говорит, печальную, показывает дела Израиля и говорит ему об этом. Я пытался понять, почему пророк Иеремия говорил это, что он имел в виду. Мы все, братья и сестры, эмигранты здесь, почти все есть у нас братья местные, но почти все мы здесь приехали в этой стране. Я спрашиваю себя, как повлияла вот эта страна на меня, стал ли я ближе к Господу. Прежде чем говорить о том, что я здесь увидел в Америке, самое хорошее и доброе свидетельство об Америке, это то, что Господь приблизился ко мне. Я здесь имел глубокое раскаяние пред Господом. Господь заговорил ко мне, открылся мне. Я увидел свои недострадки, я в них покаялся. Больше того, Господь меня исцелил, у меня была болезнь, но когда я исповедовал грехи свои, один, за который было наказание телесное, Господь меня исцелил. Америка, перемена сюда, она на меня хорошо повлияла. Почему я об этом говорю? Потому что вы помните, как Иезекия был исцелен. И когда он был исцелен, пришли к нему люди, гости, посмотреть, как он живет. И он им все показал, а не сказал о главном, не сказал о том, что Бог его исцелил. И я тоже хочу об этом сказать, что Бог меня тоже исцелил, чтобы не упустить. Когда мы приехали в Америку, здесь было все новое, все другое. Движение, автомобили не закрывались, дома почти никто не закрывал, все вот так было без замков. Вот в магазин мы приезжали, оставляли машину открытую, никто ее не трогал, велосипеды были, можно было приехать в магазин, оставить велосипед, сходить, уйти. Это было в 96-м году. Но что я хотел сказать, я обратил внимание на одну вещь. Я вначале смотрел и телевизор, и видел там такую программу, может и вы смотрели, я сейчас не знаю, есть ли эта программа или нет. Но была такая программа, что победители, какие-то люди, они приходили в супермаркет, им давались тележки, давалось время, и они должны были быстро пройтись по этому супермаркету и взять товар. Потом этот товар подсчитывался, и победитель был тот, кто набрал на большую сумму. И когда я это смотрел, я видел, что люди как-то запрограммировали, куда идти, где дорогие товары, они все это знали. И набирали этого все, такого много, и шли на кассу, потому что этот товар им доставался бесплатно. Они могли все, что набрали, не нужно было платить. Они победители. Я задал себе вопрос, а если бы среди этих людей появился такой человек, который бы наполнил полную тележку пустых коробок и картонок, что бы мы подумали о нем? Мы подумали бы о том, что этот человек не поступает неразумно. Глупый человек, что он делает так. Вот этот текст, который мы с вами прочитали, я увидел, что Еремия обращается к Израилю и говорит, что вы делаете? Господь вам дает богатство, дает всю славу свою, а вы променяли эту славу. Вы имели величие, вы были лучше всех, всего народа. А вы меняете это на мусор. Вы берете то, что не нужно, то, что не назидает, то, что оскверняет, то, что против Бога. Вы теряете, теряете все свое благословение, богатство, которое имеете во мне, в Боге своем. И вот Еремия видит это, видит эту картину. Он их не называет глупыми, он не говорит об этом, но весь этот текст говорит с сожалением. Что вы делаете? Возвратитесь назад. Занимайтесь тем, чем нужно. И то, что я сказал вначале, как христианам, каждому из нас, брату и сестре, сколько, чего нужно. О чем мы заботимся? Не получается ли так, что в наше время церковь собирает мусор, что-то пустое? Когда мы здесь считаем, здесь очень глубокий текст, длинный, но я хочу короче. Особенно 23 стих. Кажется, ну что такое? Здесь говорится так. Посмотри на поведение твое. Израиль говорит. Я не осквернил себя. Я не ходил во след Ваала. Имели дерзновение говорить так. Но, пророк Иеремия говорит, посмотри на поведение твое. Посмотри на одежду твою. Посмотри, что ты делаешь. Что ты делаешь на высотах. Куда ты хочешь. Чем занимаешься. Что главное в твоей жизни. Я ставлю это как бы параллель церкви. Церковь имеет еще выше предназначение. Господь отдал Сына Своего на страдания. Была пролита кровь для того, чтобы искупить. Что обещано было Израилю? Израилю была обещана обетованная земля. Было обещано потомство крепкое. Дети, семьи. Виноградники были обещаны им. Было это обещано. Что же для церкви обещано сегодня? Что нам Бог обещал? Господь нам обещает вечность. Жизнь вечную. Не приходило на ум человеку то, что Господь. Не видело глаз. В речи человеческой нету таких слов, чтобы выразить, что Господь готовит для церкви. Это высокое назначение. Сюда входят все народы. И Израиль тоже входит. Кто обращается. Но чем мы сегодня с вами занимаемся? Как проходит моя жизнь? Стоит ли задавать эти вопросы? Сегодня есть такое выражение. Среди христиан. Они говорят, а что? Не смотри на мою внешность. Смотри на мое сердце. Не смотри, чем я занимаюсь. Бог смотрит на сердце. Израиль точно так говорил. Но пророк Иеремий осуждает и говорит. Посмотри на дела свои. Что за тобой? Церковь призвана быть светом и солью для земли. Господь повелевает это, чтобы церковь светила. И когда это важно делать? И где это важно делать? Слово Божие говорит, что надо ставить на подсвечник. Каждый христианин должен поставить свою жизнь на подсвечник, чтобы она светила. И когда этот свет нужен? Тогда, когда темно. Тогда, когда много искушений. Когда принимаются законы такие, которые говорят о разврате. О уклонении в сторону. От Бога. Тогда нужно каждому из нас светить как можно больше. Пусть Господь благословит нас в этом сегодня. И наши молитвы пусть будут благодарности Господу за Его обещание, что Он с церковью. Что Он нас ведет. У нас есть светлое будущее, надежда. Но только чтобы никто не уклонился. Чтобы никто не отвлекся. Потому что пред Господом мелочей нет. Все важно. Братья и сестры, все важно пред лицом Господа, как ходить и святить. Не нужно брать пример с тех, которые ведут себя плохо. Которые могут на служениях приходить в неправильной одежде. Братья в маечках могут приходить, которые называются тенниска. Почему? Потому что это имеет свое назначение. Теннис. Одежда есть другая, которая называется. Почему христиане могут это допускать? Разве это важно? Душа-то моя Господу принадлежит. А здесь пророк Иеремия говорит, посмотри на поведение твое. Посмотри на дела свои. Посмотри на одежду. Посмотри что. Какая речь у тебя. Чем ты занимаешься, какие твои дела. Пусть Господь благословит нас, чтобы это слово было для нас ободрением. Чтобы никто не обиделся. Не нужно обижаться. Что сегодня важнее для церкви? Чтобы я просто вам рассказал притчу, такую, которая бы говорила историю какой-то жизни народа. И не сказал о том, что сегодня может помешать церкви остаться, кому-то из церкви остаться за дверями. Не войти туда. И уже потом поздно. Поздно стучать, все. Пусть Господь вдохновит нас молиться. Молиться о детях, о внуках, о себе, о хоре, о церкви. Господь благословляет церковь Вифанию. Вы посмотрите. У нас здание есть. Господь ведет нас дальше. Мы планируем, чтобы было развитие. И дети наши, чтобы были здесь. Чтобы они учили здесь. И образовательную школу, и воскресную, и русскую. Чтобы учились поведению, как правильно жить. Господь нас благословляет. Но только нам нужно бодрствовать, молиться, много молиться. Мы уже слышим, здесь, в здании, есть покаяние, молодежь. И люди, пусть Господь благословит нас. Беспокоиться каждый о себе. Думать, проверять, что мне нужно. И что нужно для Господа. Пусть Господь благословит нас в этом. Ему слава за все. За спасение, за жизнь вечную. Аминь. Помолимся, пожалуйста. Аминь. 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 Отец Небесный, благодарим Тебя, сердечно, за этот воскресный день. Благодарим Тебя за церковь Вифания, Господи, что мы являемся членами ее. Господи, члены Твоей церкви. Благодарим Тебя за живое слово, Господи! Ты ведешь нашу церковь, и мы это видим. По всем служениям мы видим и слово Твое, которое звучит здесь. что оно не просто услаждает нас слух, оно побуждает нас к добрым делам, оно побуждает нас, чтобы быть светом и примером всегда, везде, во всем, чтобы люди видели нашу жизнь и могли свидетельствовать о том, что мы дети Твои, чтобы нас узнавали везде. Благослови нас, Господи, укрепи церковь Вифанию, чтобы мы стояли в истине. Дети наши, чтобы брали пример с нас, чтобы мы шли за Тобой и служили Тебе. Благослови все наше служение, говори к нашим сердцам, помоги нам любить друг друга, любить церковь Твою, дело Твое. Помоги в жизни ожидать Тебя с готовыми сердцами, с заправленными светильниками, горящими, быть солью и светом в этом мире. Слава Тебе за все, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Сейчас у нас будет следующее участие. Брат Сергей сейчас скажет главу из Писания, потом будет игра на инструменте, после этого стихотворение сестра Татьяна, и потом еще игра на инструменте, и после этого мы будем участвовать в сборе пожертвований. Вот шесть, что ненавидит Господь, даже семь, что мерзость в душе Его. Глаза гордые, язык лживый, и руки, проливающие кровь невинную, сердце, кующие злые замыслы, ноги, быстро бегущие в злодейству, жесидетели, наговаривающие ложь и посевающие раздор между братьями. У меня осталась еще одна глава из послания Якова, это последняя глава, пятая. Послушайте вы, богатые, плачьте и рыдайте о бестиях ваших, находящих на вас. Богатство ваше сгнило, и одежды ваши изъедены молью, золото ваше и серебро и заржавело, и ржавчина их будет свидетельствовать против вас, и съесть плоть вашу, как огонь. Вы собрали себе сокровище на последние дни, вот плата, удержанная вами у работников, пожавших поля ваши, вопьет, его плежнецов дошли до слуха Господа Саваофа. Вы раскошествовали на земле и наслаждались, напитали сердца ваши, как бы на день заклания. Вы осудили, убили праведника, он не противился вам. Итак, братья, будьте долготерпеливы до пришествия Господня. Вот земледелец ждет драгоценного плода от земли, и для него терпи долго, пока получит дождь ранний и поздний. Долготерпите и вы, укрепите сердца ваши, потому что пришествие Господне приближается. Не сетуйте, братья, друг на друга, чтобы не быть осужденными. Вот судья стоит у дверей. Пример злострадания и долготерпения возьмите, братья мои, пророку, которые говорили именем Господнем. Вот мы ублажаем тех, которые терпели. Вы слышали о терпении Иова и видели конец онного от Господа. Ибо Господь весьма милосерд и сострадателен. Прежде всего, братья мои, не клянитесь ни небом, ни землею и никакой другую клятвою. Но да будет у вас да? Да. И нет, нет. Да бы вам не подпасть осуждению. Злострадит ли кто из вас? Пусть молится. Бесит ли кто? Пусть поет псалмы. Болен ли кто из вас? Пусть призовет пресвятеров церкви и пусть помолится над ним, помазавший его елеем во имя Господне. И молитва веры исцелит болящего и восставит его Господь. И если он соделал грехи, простятся ему. Признавайтесь друг при другом в проступках и молитесь друг за друга, чтобы исцелиться. Много может усиленная молитва праведного. Илья был человек, подобный нам. И молитвы помолился, чтобы не было дождя. И не было дождя на землю три года и шесть месяцев. И опять помолился, и небо дало дождь, и земля произрастила плод свой. Братья, если кто из вас уклонится от истины и обратит кто его, пусть тот знает, что обративший грешника от ложного пути его спасет душу от смерти и покроет множество грехов. Аминь. Сейчас Алекс готовится прославить Господа гимном в вышине небесной. Он будет играть на одном из старинных инструментов блокфлейтер. Во времена Баха очень много произведений было написано именно для этих инструментов. И по нынешний день я иногда захожу в церкви, и есть большие группы бабушек, дедушек, которые играют вот по таких инструментах. я北 essential, а между прочим. Я подínhаю Субтитры создавал DimaTorzok 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 Ты была тверда, непоколебима Субтитры создавал DimaTorzok В дни нейрона Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Пережита за Христа Царя Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok Ты была рукой его хранима Проходя тяжелый путь земной Ты твердость духа Веру сохранила И среди гонений И скорбей И яснее засияла Ты одеждой Светлою своей Твой Господь Хранил тебя повсюду В трудный час Поддержку давал Он сказал Тебя я не забуду И я тебя На дланях начертал Новые Заботы на сегодня Изобилие пищи И питья И сюда по милости Господней Привела его рука К тебя Посмотреть Проверить Убедиться И увидеть праведность твою Посмотреть К чему же ты стремишься Руку ты На что Прострешь свою Может быть теленка золотого Пожелаешь сделать Для себя И забудешь Бога Всеблагого Что так много Сделал для тебя Может быть Захочешь Украшения Кольца Серьги На себя Одеть И найти В богатстве Утешение И к нему Стремление Иметь Не найдешь В богатстве Утешение В сраме Стыд Пред миром Обретешь О твоих Безумных Похотеньях Ты лишь дальше От Христа Уйдешь Это все Ведет тебя К падению И к бесчестью Над твоим врагом Не к тому Имеешь ты Стремление В этом мире Злом И суетном В наши дни Сейчас уже Немало Отошли От Божьей Чистоты Плоть Над духом Вверх Надежно Взяла Запятнав Одежду Чистоты Похоть Плоти Моды Украшения Запятнала Чистый твой Весон Это все Ведет к тебя К падению И за это Строго Спросит Он Ты сегодня Думаешь Превратно Чтобы оправдать Поступок Свой Время Пролетает Безвозвратно Посмотри На свой Весон Святой Бог не смотрит На наружность Говорят Немало Христиан Таковым Глаза Помазать нужно Чтобы Увидали свой Обман Средь гонений Верность Ты хранила А теперь Теперь пошла В уклон Изобилье душу Ослепили Запятнала Чистый Твой Весон Бог желает Ныне Прославляться Не в твоем Убранстве Дорогом Но дарами Духа Украшаться Ты должна В собрании Святом Хочет Он Чтоб ныне Пламенела Ты любовью к Богу Своему Масло Что в сосудах Ты имела И принадлежала Лишь ему Церковь Церковь Встань Идет к тебе Мессия Пробудись Поправь светильник Свой Слышно Уж шаги его Святые Скоро брак Небесный И святой Ты должна Предстать Весонечистом Весонечистом Без пятна Порока И греха Белоснежным Светлым И лучистым И сиять Как светлая луна И вот стоишь Ты с Иисусом рядом Сонны ангелов Поют тебе А ты Весонечистом И нарядным Золотой Венец На голове И отец Склонившись Над щитой Руки Возлагает На двоих Божий Сын С невестою Святою И отец Благословляет Их Хоры Неземные Воспевают Небо Вторит Неземной И отец Небесный И вытирает С твоих Глаз Слезы Рукой Сколько Будет В небе Легаванье Время близко Церковь Пробудись Ободрись Взгляни На воздаяние И еще Немного Потрудись Ты прожила В жизни Очень много Но еще Осталось Чуть-чуть Скоро Ты По воле Всеблагого Окончишь Жизнь И путь Там Получишь Ты Свою Награду Ободрись Свои Лохмотья Скинь Облекись Весом Снарядным Чтоб Войти На Прачный Пир Аминь 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 Дорогие друзья, мы сейчас после молитвы будем участвовать в пожертвовании на нужды церкви. Сейчас я хочу еще сделать несколько объявлений. Во-первых, кто-то потерял ключи. Может быть, кто-то узнает вот такие ключи. На улице потеряли, вроде бы, от дома, возможно, ключи. Поэтому подойдите для того, чтобы взять ключи после служения. Мы сейчас будем молиться, будем просить, мы приносим пожертвования, мы полагаем их у ног Господних. Мы хотим принести это как жертву, как пожертвование Господу нашему. И есть у нас также иногда благодарности, которые мы также слагаем у ног Иисуса Христа за то, что Он услышал молитвы, за то, что Он услышал, откликнулся на просьбы, которые были раньше. Вот есть одна благодарность Богу за то, что хранил в пути Сергея Крецу. Он благополучно вернулся домой, благодаря родителям, семья благодарит за то, что это было. А также у нас есть сестра, вы знаете ее, сестра Люба Ткач. Она перенесла многое лечение, много различных операций были, и другое лечение было. Она сейчас с нами, курс лечения прошел, трудный путь был позади. Слава Господу, что она здесь с нами сейчас, она благодарит Господа, благодарит Церковь, благодарит Господа за то, что Господь слышал молитвы, за то, что Господь ответил на молитвы, за то, что Господь укреплял, помогал, благословлял. Так что мы радуемся вместе с ней, хотим, чтобы и дальше Господь укреплял и благословлял ее. Может быть, когда-то она сама скажет свое свидетельство и будет, тоже расскажет и поделится тем, что Господь, чему Господь учил ее в это время. А еще есть такая просьба к молитве. У сестры Веры Карра в понедельник будет опираться на ногу, и дети Андрея и Лилия Карра возвращаются с отдыха. Просьба помолиться об успешной операции и о возвращении детей. Поэтому давайте мы сейчас встанем, помолимся о благословении пожертвования, а также об этих благодарностях и этой нужде, скажем, Господу. Великий Бог наш, Ты многое даешь нам, Ты многое посылаешь нам, Ты чудно заботишься о нас. Слава Тебе! Благодарим Тебя, Господи, что посылаешь нам здоровье, посылаешь нам возможность трудиться, посылаешь нам все. Слава Тебе, наш Бог, за все это. Мы сейчас благодарим Тебя за Твои милости, за то, что Ты проявлял милость Твою к нашим друзьям, к нашим братьям и сестрам. Благодарим Тебя за то, что Ты благословлял путь брата Сергея Крецу, хранил его там, оберегал, что он может быть дома. Благодарим Тебя, Господи, также за то, что Ты услышал нужду и просьбы нашей многократной молитвы за сестру Любу Ткач. Господи, Ты благословлял ее, укреплял. Мы благодарим Тебя, Господи, за то, что милость Твоя велика. Ты ответил на эти молитвы, Ты был с ней, Ты укреплял. И тогда, когда трудно было, когда трудно было, может быть, в процессе лечения, когда трудно было переносить все это, Господи, Ты укреплял. Ты был рядом, Ты благословлял. Благодарим Тебя за то, что Ты с ней сейчас, Ты благословляешь ее, Ты благословляешь семью ее. Просим Тебя, укрепи ее и дальше. Храни ее в руках Твоих, чтобы здоровье действительно было, чтобы это исцеление было длительным, чтобы благодать Твоя была над ними. Благослови всю их семью. Господи, мы также вспоминаем и других больных в нашей церкви, которые проходят через различные трудности. Вот вспоминаем из-за сестру Олю, Господи, просим Тебя, благослови ее. Укрепи, пошли милость Твою, Господи, пошли исцеление, пошли благодать Твою, Боже. Благослови и остальных братьев и сестер, каждого, кто проходит через трудности, через переживания. Благослови тех, кто проходит через духовные трудности, Господи, через духовные болезни, мы просим Тебя. А также эту просьбу услыша, сестре Вере, Кара, благослови ее, укрепи ее, храни ее в руке Твоей, Святой Господи, и пусть благодать Твоя будет и над их домом. Благослови также и Андрея, и Лилию, и их возвращение домой, храни в пути от всякого зла. Господи, еще раз и еще раз благодарим Тебя за все сейчас. Мы просим Тебя, прими эти дары, которые мы приносим Тебе, как от наших сердец, прими это с благодарностью от нас, помоги нам быть щедрыми Тебе на дело Твое, чтобы мы не жалели, но с радостью отдавали и прославляли Тебя этим, Господа нашего и Спасителя, великого Бога, Отца и Сына, Святого Духа. Аминь. Дорогие друзья, у нас еще сегодня в конце служения будет короткое членское собрание. Я прошу, чтобы вы помнили это. А сейчас давайте мы все вместе споем общим пением Псалом 287. Жить для Иисуса 287. Жить для Иисуса, с Ним умирай, Стоит смиряться, Стоит борется, Стоит за это Жить всю водой. Стоит смиряться, Стоит борется, Стоит за это Жить всю водой. Жить для Иисуса, сucht гарнобуш в день, И недалекая смертьная тень, Не унывая, не уставая, Верно трудиться, пусть нам не верь. Не унывая, не уставая, Верно трудиться, пусть нам не верь. Жив для Иисуса, грех победит, Крест поношенья Он расносит. Кончим путь жизни, чтобы во жизни Ставая без смерти, Венчатой быть. Кончим путь жизни, чтобы во жизни Ставая без смерти, Венчатой быть. Кончим путь жизни, чтобы во жизни Ставая без смерти, Венчатой быть. О лун isçu. Оечкастей отец петь, ПЕСНЯ 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 Аминь. 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 Ссёли в машину и, ну конечно на заправке там устаешь, заправляешь машину, а дальше опять садишься, и где-то в 2 минуты уже в ночи очень трудно было ехать. Потому что такое впечатление, знаете, как будто отупление какое-то происходит, вот всё на автопилоте, очень трудно бодрствовать, ты находишься как будто в в таком состоянии робота, ты уже понимаешь, что там нужно сделать, но реакция уже слабая, реакция уже не та. И по милости Божьей ты едешь, и молишься, и думаешь, окей, хорошо, но, конечно, нужно вовремя остановиться. Потому что в таком состоянии очень опасно, кстати, ездить. Я вижу, что очень часто в нашей духовной жизни у нас происходит что-то подобное. И мы находимся в состоянии сна, и это опасное состояние. Это состояние, которое может привести к духовной катастрофе, к падению, к аварии серьезной, может быть, даже со смертельным исходом. И что хуже даже, чем авария на земле, чем авария, может быть, физическая, которая вовлекает человека, которая вовлекает, может быть, других людей. Да, мы можем пережить, может быть, физическую смерть, но если мы с Богом находимся, мы отправляемся к Богу. Но если смерть наступает в духовной жизни, это плохо. Это плохо. Последствия катастрофические, потому что мы можем миновать вечную жизнь. И это большая проблема, это большущая проблема. Такое впечатление, что очень часто в духовной жизни мы погружаемся в дрему, когда все вокруг как будто бы погружается в туман, и все превращается как будто бы в замедленном кино. Все становится каким-то таким медленным. Наша жизнь превращается в действие на духовном автопилоте. Когда то, что происходит в церкви, то, что предлагается в церкви, мы как-то реагируем, как испорченный подросток, и говорим «it's boring», еще, знаете, таким нудным тоном. «It's boring, I am bored», то есть мне скучно. Несмотря на возможность молиться, нести служение, молитвы, мы не хотим этого. Несмотря на возможность служения и активного служения в области музыки и пения, нам трудно приходить вовремя на спевку или на сыгравку. Несмотря на возможность проповедовать, мы часто не уделяем должного времени для подготовки к проповеди. Да давайте будем честными, несмотря на возможность регулярно приходить на богослужение, посещать богослужение, мы очень часто ограничиваемся тем, что приходим в воскресенье утром на богослужение, а к вечеру мы заняты или устали, а прийти в среду вечером на служение, несмотря на то, что кто-то приходит и получает большие благословения, от этого прийти в среду на богослужение, ну, это уже экстрим. Это слишком большая посвященность для многих из нас. Нам не нужно служение в среду, мы и так справляемся сами с нашей духовной жизнью прекрасно. Зачем нам молитвенное служение? Зачем нам Слово Божье? Проблема только в том, что реальность говорит об обратном. Когда я не так хорошо и не так активно нахожусь в общении с Богом, я начинаю уставать. Я начинаю не только уставать, я начинаю засыпать. Наступает состояние мертвящей духовной дремы. Это опасное состояние, оно может привести к духовной смерти и к падению. Если вы помните Иисуса Христа, и Иисус неоднократно предупреждал о бодрствовании, особенно говоря о последнем времени, вспомните, сколько раз Иисус говорил, бодрствуйте и молитесь. Сколько раз Иисус, говоря о последних событиях, Он говорил о том, что нужно бодрствовать. Итак, друзья, я надеюсь, что это нас немножко пробудило. Итак, давайте мы сейчас откроем текст из Священного Писания, который записан в Псалме. В Псалме 84-й. 84-й Псалом, прочитаем его с самого начала. 84-й Псалом в английском языке, это 85-й Псалом. Начальнику хора Кореевых сынов. Псалом. Господи, Ты умилосердился к земле Твоей, возвратил плен Иакова, простил беззаконие народа Твоего, покрыл все грехи его, отъял всю ярость Твою, отвратил лютость гнева Твоего. Восстанови нас, Боже, спасение нашего, и прекрати негодование Твое на нас. Неужели вечно будешь гневаться на нас, прострешь гнев Твой от рода в род? Неужели снова не оживишь нас, чтобы народ Твой возрадовался о Тебе? Яви нам, Господи, милость Твою и спасение Твое даруй нам. Послушаю, что скажет Господь Бог. Он скажет мир народу своему и избранным своим, но да не впадут они снова в безрассудство. Так, близко к боящимся Его спасения Его, чтобы обитала слава в земле нашей. Милость и истина светятся, правда и мир облобызаются. Истина возникнет из земли, и правда приникнет с небес. И Господь даст благо, и земля наша даст плод свой. Правда пойдет пред Ним и поставит на путь стопы свои. Аминь. Замечательный Псалом. Очень много текстов, которые могут нас взять, знаете, вот так вот, как будто бы за грудки и потрясти немножко, чтобы мы пришли в себя. Но я хочу обратить внимание на, в этой молитве, на один короткий стих, на седьмой стих. Неужели снова не оживишь нас, чтобы народ твой возрадовался о тебе? Мы говорим о пробуждении. Слово пробуждение, это хорошее, отличное, замечательное слово. Люди молятся о пробуждении, люди желают пробуждения, люди хотят, чтобы в духовном смысле было пробуждение. В истории христианства мы знаем, были периоды, когда были периоды, особо благодатные периоды пробуждения. В истории нашего братства мы тоже знаем, что было пробуждение. Было, например, пробуждение, которое привело к возникновению евангельских христиан-баптистов, когда-то в бывшей Российской империи. Господь Духом Своим Святым особенно посещал людей, и люди откликались на Евангелие, люди откликались на Божье Слово и приходили к Богу. Итак, пробуждение – это хорошее слово. В Ветхом Завете есть одно слово, которое больше похоже и в этом тексте, о котором я уже говорил, 7 стих, используется это слово «Неужели снова не оживишь нас?» Здесь используется не слово «пробуждение», а слово «оживление». Интересно, в английском языке для слова «пробуждение» в духовном смысле используется слово «ревайвл», что означает не столько пробудить, сколько привести в себя, привести к жизни, возобновить в жизнь. Медсёстры, которые работают, иногда используют в медицинском таком жаргоне, в госпиталях иногда используют слово «ресуситейшн», то есть это слово, когда возвращение к жизни. Иногда это такое, скажем так, очень сильное вмешательство, иногда это очень серьёзное, агрессивное вмешательство, когда, знаете, я их называю утюги, электричество подключает к ним, знаете, вот такие вот металлические вещи, и человеку сюда вот на грудь ставят, для чего? Для того, чтобы человека встряхнуло электрическим током и чтобы сердце опять забилось. Почему это нужно? Потому что жизнь прекращается, потому что жизнь уходит и хотят вернуть человека к жизни. Как было бы хорошо, чтобы у нас были такие духовные утюги, я не знаю, сколько надо вольт, какое напряжение нужно для того, чтобы вернуть нас иногда к жизни, потому что иногда возникает такое впечатление, что надо настолько сильно чем-то поразить, для того, чтобы мы с вами отдумались, для того, чтобы мы с вами вернулись к Богу, увидели благодать и величие Божье. Так вот, вот это слово мне очень нравится. Неужели снова не оживишь нас? Я хочу сказать, что в принципе справедливое использование и слова «пробуждение», и справедливое использование слова «оживление», потому что, с одной стороны, они синонимичны, с другой стороны, в принципе, может быть, говоря о христианах, лучше использовать слово «пробуждение». Почему? А потому что мы уже имеем жизнь. Мы уже рождены свыше, когда пришли и раскаялись перед Богом, когда искренне пережили рождение свыше, мы получили жизнь от Бога. Не правда ли? Но случается трагическая ситуация, что мы иногда в процессе нашей жизни усыпаем. Суета, которая находится вокруг нас, она нас обволакивает, и мы превращаемся вот в таких, может быть, полусонных людей. Так вот, может быть, в отношении христиан справедливое слово «пробуждение», хотя у меня возникает вопрос, а что если? А что если наступает духовный сон, и он продолжается долго? А что если этот сон уже стал нормой для тебя? Не опасно ли это для жизни твоей духовной? Не можешь ли ты за своим духовным сном потихоньку перейти из состояния духовной комы в состояние духовной смерти? Я думаю, что опасность реальна, иначе Иисус не предупреждал бы и не говорил бы столько раз «бодрствуйте, бодрствуйте, бодрствуйте». Итак, важное слово, важный принцип, необходимо бодрствовать, необходимо видеть это. Я хочу сказать, что есть в Ветхом Завете, например, достаточно много примеров о том, что когда-то при служении, при жизни некоторых царей Израиля были истории пробуждения, были истории вот такого оживления, когда люди начинали искать Бога, когда люди начинали смотреть на свою жизнь, видеть, что она не соответствует Божьим стандартам, дартам, Божьим принципам и каялись, и очень серьезно каялись. Например, было, и вы можете найти это, возьмите симфонию и просто симфонии проследите это все. Например, во время Давида было пробуждение такое религиозное или духовное пробуждение, во времена Озы было пробуждение, во времена Ильи было пробуждение, во времена Иосафата, Иезекии, Иосии. Все это времена, когда люди серьезно смотрели на свою жизнь, исследовали ее в свете Слова Божьего, и видя несоответствие того, что закон, что Божье Слово говорит, они каялись перед Богом и начинались другие отношения с Богом. Это замечательно, что это была такая возможность. Я не знаю, если вы слышали, но иногда у нас возникает, и люди говорят, давайте будем молиться о пробуждении. Я сегодня хотел бы как раз вот именно на это обратить внимание. Давайте мы будем молиться о пробуждении. О пробуждении нашей церкви, о пробуждении нашей молодежи, о пробуждении в моем личном. Каждый из нас, давайте скажем, что мне необходимо молиться о том, чтобы Господь коснулся меня таким образом, чтобы я его услышал, чтобы я сам мог пережить пробуждение личное свое. Смотрите на этот стих еще раз, давайте посмотрим, 84, 7. Псалом 84, 7. Неужели снова не оживишь нас, чтобы народ твой возрадовался тебе? Друзья, этот псалом был написан после того, как они вернулись из плена. Народ вернулся из плена, они начали восстанавливать Иерусалим, они начали восстанавливать храм. И вот здесь вот молитва как раз обращается к Богу. Господи, оживи нас. Нам нужна жизнь Твоя, нам нужна жизнь с Тобой. Оживи нас. Пошли нам такую жизнь. Мы хотим не просто существовать. Мы хотим не просто быть пассивными в народе Твоем. Мы хотим иметь жизнь, которая является жизнью настоящей, жизнь, которая есть жизнь с избытком. Жизнь, с которой мы по-настоящему можем сказать, мы радуемся, Господи, и больше нам ничего не нужно. Дорогой друг, не устал ли ты от жизни безразличия, от жизни без участия, от жизни, которая иногда выражается украинской поговоркой «Моя гада с краю, я ничего не знаю». Не устал ли ты от такой жизни? Не хочешь ли ты жизни живой, настоящей? Не жизни вот в такой духовной слепоте или в духовной дреме, жизни настоящей, которая принесет не только пользу церкви, не только славу Богу, но радость тебе самому. Я хотел бы, чтобы каждый из нас действительно говорил, я хочу молиться, я буду молиться об этом. Друзья, если мы внимательно посмотрим, если мы внимательно посмотрим даже на библейские принципы или на некоторые вещи, которые происходят в Библии, как пробуждение случается, если мы посмотрим на некоторые исторические моменты, как пробуждения происходили в истории, друзья, этому очень часто предшествует молитва. Муди когда-то сказал так, известный проповедник Двайт Муди сказал так, что всякое великое дело Божье можно проследить к фигуре склоненного человека, к фигуре человека на коленях. Здесь псалмопевец молится Господу, Господи, оживи нас, оживи нас, чтобы народ твой возрадовался о тебе. Если вы помните 2 Паралипоминон, 7 глава, 14 стих, там тоже есть такие слова, которые Бог, являясь Соломону, уже после посвящения храма, Бог явился Соломону и говорит ему, и говорит Соломону слова следующие, что если мой народ, который именуется именем моим, начнет искать лица моего, будет молиться, взыщет меня по-настоящему, то я услышу с неба и прощу грехи их, и исцелю землю их. Можно молиться о пробуждении в стране, можно молиться о пробуждении в церкви, можно молиться о пробуждении среди детей, среди молодежи, можно молиться о пробуждении лично человека, и я предлагаю, я хочу, чтобы мы все молились именно об этом, чтобы мы Господа искали, чтобы Господь совершал этот труд. В Деяниях Апостолов 4 глава 31 стих написано, что когда первые ученики, после того уже как сошел Дух Святой на них, когда они собирались в Первую Церковь, они помолились и по молитве их написано, поколебалось место, где они были собраны. Друзья, я хотел бы, чтобы не столько место поколебалось, сколько чтобы нас Господь поколебал, чтобы Тебя и меня Господь коснулся, может быть, встряхнул, если нужна нам встряска определенная, чтобы мы начали искать Господа всем сердцем, не просто словами, но чтобы это стало нашим самым искренним желанием быть с Богом, жить с Богом, любить Бога. Вы знаете, из истории пробуждений есть несколько фаз. Многие люди, которые занимались именно исследованием того, как проходили пробуждения в различных местностях, в различных местах, они начинают, ну как бы говорят о том, что есть по крайней мере пять таких вот фаз, которые следуют одна за другой. Но в начале первое, это то, что есть ходатайство такое со стороны людей Божьих. Иногда это даже один человек. Иногда это может быть человек, но уже может быть даже через какое-то время после его смерти что-то случается, что-то происходит. Но вот такое ходатайство должно предшествовать. Это тогда, когда Божий народ объединяется для того, чтобы молиться именно о возрождении духовном. Второй момент, это когда откровение Божье, когда Бог посылает свое откровение, когда Бог настолько касается людей, что люди понимают и видят явно и четко присутствие Божье. Когда люди осознают, что они не просто сами по себе, что у них жизнь не просто жизнь, которую они сами строят, но когда они осознают, что в их жизни, в их церкви присутствует Господь, то, чего раньше, может быть, они не замечали. Это приводит к тому, что люди начинают осознавать свое состояние. Могу привести пример пророка Исаии, который пережил откровение Божье в храме, который увидел Господа Высокого и Превознесенного, Исаии 6 глава. И он воскликнул, при этом, горе мне, погиб я. Результат этого, это третья фаза, результат того, что люди переживают это, чувствуют присутствие Божье, видят откровение Божье, результат этого очень часто посвящения Божьих людей. Люди начинают исправлять свои пути, люди начинают исправлять свои сердца, люди начинают каяться, люди начинают искать примирение друг с другом. Четвертая фаза, это возрождение или обновление, это то, что люди начинают переживать вот такую новую струю служения. Люди начинают с большей силы, с большей отдачи трудиться для Господа, больше плодоносят и по месту, и, может быть, даже за рубежом какие-то миссионерские дела происходят. Ну и, конечно же, очень часто последняя фаза, пятая фаза, это распространение Евангелия от этих людей, которые пережили это дальше в другие края. Интересно, что церковь, как я уже говорил, я ехал в Северную Каролину, в церковь, где я раньше у нее служение, и вот та церковь была начата как результат возрождения. В Шотландии в конце 17 века, в 1790-х годах было духовное пробуждение, было возрождение такое или пробуждение духовное. В результате этих богослужений один человек пришел к Господу, один молодой человек, ну, кроме всех других, но вот один из них пришел, и он чувствовал побуждение от Бога заниматься миссионерским трудом. Он приехал тогда в Новый мир, в Америку, которая тогда была всего лишь еще колониями, и где было еще очень много неустроенного. И он приехал туда с целью, это было в Шотландии, с целью для того, чтобы проповедовать Евангелие среди шотландцев, которые переехали в Америку. Он через несколько лет после приезда, в количестве семи человек была основана церковь, которая была основана в 1813 году. В этом году той церкви было 200 лет. Она еще есть, она еще живет, люди еще славят Господа. Это поселение очень маленькое, 800 человек всего лишь. А Слово Божье продолжается, друзья. И в этой маленькой церкви Слово Божье провозглашается до сих пор. Так вот, даже вот это миссионерское, может быть, действие у того пастора, который приехал, когда он еще не был пастором, так вот, его желание приехать, оно было результатом духовного пробуждения, духовного возрождения. Было очень много различных пробуждений в истории, вы можете почитать и в Вельсе, и в Англии, и в колониях. Сейчас очень сильное пробуждение происходит в Африке и в Азии. Если раньше в основном миссионеров посылали и из Соединенных Штатов, и из Европы, но после, уже в 20 веке Соединенных Штатов, то на сегодняшний день большинство христиан уже не в Соединенных Штатах и не в Европе, а в Азии и в Африке. Если вы внимательно почитаете статистику, статистика просто потрясающая. Там христианство растет, и очень сильно. Несмотря на то, что условия очень часто далеки от наших условий, несмотря на то, что люди в гонениях славят Бога, несмотря на то, что есть очень большие трудности, нищета, голод, но весть о Христе распространяется и очень сильно распространяется. Дорогие друзья, я бы очень хотел, чтобы мы с вами присоединились к этой молитве псалмопевца и сказали, Господи, неужели Ты снова не оживишь нас? Мы нуждаемся в этой жизни, мы нуждаемся в Твоей помощи, мы хотим, чтобы Ты совершал у нас свою работу. Я хочу привести один пример. Как однажды среди нашей, среди группы моих друзей произошло, ну, такое, скажем, своего рода тоже пробуждение. Оно не было, может быть, таким глобальным, большим, но оно нас очень сильно так подвигло к молитвенной жизни, к большему участию в жизни молитвы. Это было в 1997 году, я тогда учился на последнем курсе в семинарии. Дело было уже, наверное, где-то в марте, мы поехали с несколькими друзьями, нас было 6 человек, мы поехали в Киев, там просто поучаствовать в семинаре, который проводил один немец, брат Герхард Ян Ротинг, он проводил семинары в Киеве. И мы просто поехали для того, чтобы побыть там, на этих семинарах, послушать что-то, что-то взять для себя. Мы все поселились в одной комнате. Знаете, там было еще, можно было несколько человек поселить, но на 8 или на 10 человек она была. И вот нас, шестеро, все семинаристы, мы были там. Каждый из нас, я бы сказал, достаточно активно участвовал. Мы чуть ли не каждое воскресенье проповедовали в поместной церкви в Одессе. Мы активно участвовали, занимались и молодежным трудом, и участием в разборе. Но вот тогда, в эти дни, когда мы были там, как-то Господь по-особенному проговорил. Началось у нас с того, что как-то раз получилось так, что кто-то разговаривал где-то не в этой комнате, а где-то в другом месте, кто-то разговаривал с другим братом, как-то шла беседа. Я пытался уснуть, потому что уже было где-то после 11, и нам же нужно было вставать утром, начинать новый день. И два брата посмотрели и подумали, что я уже сплю, начали рассуждать. И один просто поделился, и как-то, вот знаете, вот такое бывает, вот вроде бы и спишь, не спишь, и услышал, и уже как-то и неудобно, что услышал чей-то разговор. С другой стороны, чувствуешь себя неудобно, чтобы как-то вмешаться и сказать, я слышу все. И как-то, и тоже не можешь продолжать дальше уже скрываться. Ну, в общем, один брат с другим начал делиться о том, что вот у него трудные отношения в семье. Ему трудно вот с тещей найти общий язык. Они начали беседу, один помогает другому, один говорит, слушай, а что вот если вот так, и как-то, давай будем молиться о тебе, давай помолимся. Говорит, ну давай только потише это как-то будем делать, а то братья спят, там еще один брат был такой, как я. Мы тут чуть ли не одновременно с ним, с вами тут уснешь, сказали, но мы присоединились, тут и другие подошли. Как-то получилось так, что чуть ли не одновременно мы начали молиться. Молитва где-то началась в 11.30. Она закончилась, и мы не хотели ее заканчивать, она закончилась где-то в полчетвертого. Нам просто хотелось молиться, друзья. Мы начали с того, что мы как-то так вот поговорили, что давайте каждый вот помолится, кто как скажет Господу несколько слов. Но это переросло вот в такую искреннюю заботу о брате. Мы начали молиться о своем состоянии. Вначале это была молитва благодарности, потом это была молитва исповедания, потом это была молитва радости, потом это было восхваление Господа. Мы когда приехали домой в Одессу, мы жили тогда в Одессе, когда мы приехали, мы сказали, давай соберемся, вот кто из нас был, нас шестеро было, давай соберемся вот на неделю, просто на ночную молитву, потому что днем занятия заняты, не можем время найти для того, чтобы так вот несколько часов просто молиться. Давай соберемся на ночную молитву. Мы назначили время и говорим, слушай, давай не будем другим говорить, у нас в группе было 16 человек, давай не будем другим говорить, а то как-то люди не поймут еще так, как-то скажут, что вы там собрались молиться сильно святые или еще что-то. Ну чтобы люди, мы хотим молиться, и мы как бы сами так соберемся. Как-то так получилось назначенный день в 11 часов вечера, когда мы решили молиться в пятницу, собралась вся группа. И вот так мы несколько раз встречались, и даже Сергей Викторович Санников тоже присоединился к нам несколько раз, потому что тоже как-то и он услышал, он хотел побыть с нами, поприсутствовать и вместе помолиться с нами. Друзья, мы жалели, что вот этого не случилось раньше. Мы жалели о том, что вот это посещение Божье не было раньше, чтобы мы раньше не начали так молиться, не переживать вот таких духовных благословений от Господа, потому что мы уже заканчивали, последний курс был. Мы начали в марте, через три месяца нам нужно было уезжать из семинарии. Друзья, дорогие, я просто привожу это как пример того, что пробуждение начинается с молитвы. Оно начинается с того, чтобы я начал искать Господа, чтобы я просил Господа, Господь, я хочу, чтобы Ты коснулся сердца моего, я вижу свое состояние, оно мне не нравится. Я понимаю, что я не до конца прав, оно мне не нравится. Начни Ты работать во мне. Мне нужна Твоя помощь. Господи, проговори ко мне. Воздействуй на меня. Аминь. Давайте сейчас помолимся. Итак, Eunice. Здесь до конца. Все. Угу. На. 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 Все. Продолжение следует... 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 Благослови нас, Господи, мы молим Тебя. Пошли в пробуждение, как потоки на полте, Господи. Как дождь животворящий напояет земли, точно так же и Ты пошли. Настоящую благодать Твою в наши сердца, Господи. Чтобы мы питались истинным хлебом, но не рожками этого мира. Благослови нас, Господи. Все это молим. Во имя Твое, для Твоей славы, славы Бога Отца и Сына и Святого Духа. Занимайте, пожалуйста, места. Сейчас будет служение хора, и после служения хора у нас будет объявление, и потом, после молитвы, будет членское собрание. Мои источники, в Тебе мой Бог, Слышите, смеси полота, Я жажду, керетесь, дни всегда мой Бог, О, благодатная скала. Имеи источники души моей, Ты знаешь, в чем нуждаюсь я, И словом вечно ты в любви Своей, Унынями живешь меня. Друг Христа святая, Что течет с весна, Все грехи сбывая, Обновить сердца. И отныне будем С верою живой, Иисуса с вами Радостной хвалой, Хвалой, Душа моей Царила темнота, И я не мог так дальше жить, Но нежный зон с Голгофского Христа Меня привлек отцу любви, Иисусе света жизни И благодой, И вечный мир и красота, Он рады и сцелил в душе больно, И с ним блаженство без конца. Ром Христа святая, Что текла с крестом, Все грехи сбывая, Обновить сердцам. Обреки скорее, Милый друг Христу, Он тебя согреет, Милозь даст свою, Свою. Милозь даст свою. Милозь даст свою. Дорогие друзья, Наша первая часть Сегодня будет скоро заканчиваться. Хочу сделать следующее объявление, Что сегодня вечером Участвовать в служении будет второй хор. Молодежный хор. У вас будет спевка в 4.30. Молодежь, спевка в 4.30. Это ваш регион говорит, После вечернего служения Будет молодежное общение. Молодежь также, запомните это. Молодежное общение будет. В среду будет молитвенное служение В 7 часов вечера. Через некоторое время, Я в конце июля, На воскресном служении, 30 июня, В конце июня, 30 июня на вечернем служении У нас начнется разбор. Первый разбор будет. И потом мы будем по средам Проводить разборы. Так что в среду у нас будет возобновляться разбор. Но первый разбор мы проведем В воскресенье вечером. Это будет 30 июня. А потом уже начиная с июля У нас будут разборы по средам. Мы будем разбирать. Можете уже начинать читать. Книга Иисуса Новина. Интересная очень книга. Много принципов. Особенно для нас сегодня с вами Перемена поколений От одного лидера к другому. Не только перемена поколений, Но и вход в землю обетованную. Многие-многие другие вопросы. Есть очень много параллелей С нашей сегодняшней жизнью. Поэтому мы будем изучать эту книгу. У нас сегодня на вечернем служении Будет также брат Василий Сузыкин. Пресвитер церкви Вифания. Город Бельце. Молдова. Он будет участвовать в служении. Во вторник в 7 часов вечера Будет встреча различных комитетов И отделов церковного служения. Так что, пожалуйста, если вам нужно Иметь участие в каком-то Или если вы участвуете в каком-то из таких вот церковных служений Пожалуйста, соберитесь для того, чтобы можно было решать ваши вопросы. Еще раз хочу поблагодарить всех, кто вчера пришел Активно потрудился на участке. Нам еще вот таких несколько раз нужно. И тогда мы сможем хорошо продвинуться с тем, чтобы закончить работы. Мы уже много сделали, но нужно еще несколько дней для того, чтобы нам закончить на улице. Есть много достаточно работ, поэтому не думайте, что это уже вся работа закончена. Еще есть некоторая работа, и ее нам нужно будет сделать. Потому что 21 июля мы хотим делать освящение. Освящение Дома Молитвы, торжественное служение 21 июля. Так что нам нужно к этому времени как можно больше сделать для того, чтобы был порядок, для того, чтобы мы уже как-то могли знать, что вот у нас много сделано. После собрания, пожалуйста, можете взять путевки для летнего лагеря. После служения будет также беседа с крещаемыми. Поэтому, пожалуйста, те, кто хочет принимать крещение, вы уже много бесед прошли. Не расходитесь, сможете иметь вот такую беседу. 15 июня, это следующую субботу, в Бруклин-парке, и у нас там есть информация, в фойе, будет такой определенный, ну, своего рода фестиваль. То есть различные национальности, будет такая палатка, и будут представлять какие-то свои интересные вещи какие-то. Люди, которые в Бруклин-парке живут из разных национальностей, кто-то будет еду свою представлять, кто-то костюмы свои национальные будет представлять. Предложили нам, и мы тоже будем участвовать в этом. Там блюдо национальное, по-моему, борщ, там будет представлен. Так что, а, и голубцы тоже. Так что для нас это тоже возможность иметь фандрейзинг именно вот там. Поэтому, если у вас будет желание, вы сможете побывать там. Информация еще есть в фойе. И еще в следующее воскресенье будет также возможность иметь участвовать в фандрейзинг. Вот то, что раньше говорили Сергей и Эльвира Селюковы. Help the girl. Помоги девушке. То, что уже вы многие участвовали. И еще будет возможность в следующее воскресенье также поучаствовать. Но мы об этом еще немножко скажем. Итак, вот такие объявления. Я хотел бы спросить, может быть, у кого-то есть приветы к нашей церкви? Кто-то посетил нас? Пожалуйста, можно передать приветы сейчас. Клиблонда Ахайя. Хорошо, спасибо за привет из Клиблонда Ахайя. Церковь спасения Шарлотт, Северная Каролина. Из Португалии. Сестра Вера из Гомеля, многие из вас помнят, была здесь у нас, также просит, передает привет и просит молиться. Из Молдовы и брат Владимир передает привет из Канады. За переданные приветы мы скажем сердечно, благодарим, ответные приветы передать просим. Сейчас мы помолимся и сразу после молитвы мы споем общим пением Псалом 261. Те, кто не члены церкви, могут выйти, а все члены церкви, пожалуйста, останьтесь на месте. У нас короткое членское собрание нужно провести. Итак, давайте помолимся Господу. Великий Бог наш, мы от всей души благодарим Тебя за то, что сегодня Ты говорил к нам. Ты касался наших сердец, Ты говорил нам о нашем состоянии. Мы просим Тебя, помоги, Господи, чтобы это не было просто таким разговором, чтобы это не было просто такими словами, которые мы, выйдя отсюда, забудем. Помоги, Господи, чтобы мы искали пробуждение, чтобы мы стремились к этому, чтобы мы искали лица Твоего. Благослови нас в этом, Господи. Мы благодарим Тебя за то, что Ты говорил к нам и касался наших сердец, также через пение, через участие музыкальное. Мы благодарим Тебя за все это. Мы просим Тебя, Господи, чтобы тогда, когда мы будем расходиться, чтобы Ты также благословил нас. Но молим Тебя, Господи, благослови это членское собрание, которое нам нужно иметь. Благослови нас и помоги нам, чтобы и в этом было имя Твое прославлено. Ты видишь нужды, которые есть у нас. Вот и за сестру Веру из Гомеля просим, о ее матери, о ее нуждах мы просим Тебя, чтобы Ты сам благословил, усмотрел, помог, благословил. Господи, мы просим милости Твоей на нашу жизнь, на наше служение, на нашу церковь, на наши семьи. Просим Твоей благодати и милости. Сейчас просим Тебя, будь с нами, благослови нас Тебе за все. Слава и хвала нашему Богу, Отцу и Сыну, Святому Духу. Аминь. Давайте мы так стоя споем Псалом 261. Друзья, зашло, светило. Пожалуйста. Слава и хвала нашему Богу, Отцу и Сыну, Святому Духу. Слышите, да воспрянет Ваш Дух в борьбе святой. Когда же ночь настанет, Сменит труд покой. Слава и хвала нашему Богу, Отцу и Сыну, Святому Духу. Слава и хвала нашему Богу, Отцу и Сыну, Святому Духу. Слава и хвала нашему Богу, Отцу и Сыну, Святому Духу. Слава и хвала нашему Богу, Отцу и Сыну, Святому Духу. Я попрошу, брат Веня, я попрошу...